ребята всем привет всем короче у нас видео блин бомбить нам будет не иллюзорно прислали мне очередной rb от peugeot боксера евро 5 на ремонт с набережных челнов то есть смотри блок вообще пришел вскрыл состояние практически там идеально небольшие конечно следы влаги были вот но самое главное уже пытались ремонтировать этот блок но сейчас я вам покажу инспекцию будем потихоньку его делать то есть висит там внутренняя ошибка но короче сейчас увидите все погнали будет интересно так ребят короче будут записывать с монитору потому что так гораздо больше видно чем через бсс камера короче смотрите у нас получается вот ведь плата в принципе в нормальном состоянии повреждений то есть от грязь чуть-чуть но особо ничего не сгнила это соответственно припой это стабилизатор нас 6711 вот ведь все повыит переходные отверстия принципе не повреждены вот этот узел вот тут обычно все гниет все практически в идеальном состоянии вот но блок уже ремонтирован следы смотрите вот вздутый тут этот покорежилась паяли не отпаяли кондера сначала видать и смотрите что у нас тут и мы и мы сейчас я наведу фокус вот так вот люди пытались пропаять эти процессора смотрите ну во первых уже даже так бросается в глаза криво стоит и ну половин ножек уже я тут пытался для гастировать смотрел решил записать сделаю ролик вот так вот паять не надо если не умеете лучше отнесите к тому кто умеет вот и также вот сопроцессор вот и пром наш и вот сопроцессор тоже тут некоторые ножки вот видите да все шевелится вот тут еще вроде ничего у крайне вот одна точно не припаянда соответственно она куда-то идет то есть используется сейчас мы будем восстанавливать всю пайка и у туда вот тут вот еще оторвали по ходу с этой сейчас будем отпаивать все и дефектовать вот так вот видите там с площадка шевелится так что в принципе вот накосячили немного люди сейчас будем смотреть и разбираться с этим вопросом так ребят короче для начала отпаиваем конденсаторы сейчас нас нагреется наш демонтажный этап и давайте пока он нагрелся почистим жил перед работой все почистим хоть в инструкции пишут но я иногда все-таки это используя плюс так паим наш конденсатор и конденсатор отпаять чтобы их не жечь лишний раз вот отверстие я не знаю чем вам показать ну короче сквозные они все очищает то есть там вообще насквозь чистые так конденсатор мы отпаяли теперь мы будем сейчас отпаивать наш процессор а все по периметру всех двух микросхем так и отпаиваем наши микросхемки иногда вот когда лень это отключать вакуумно этот простейшую присоску использую сейчас надо оценить степень повреждений чудом подплаты с дорожками и Продолжение следует... 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 вот то есть нам теперь надо сделать что мы берем кусочек оплёточки большой не нужно такой маленькую кусочку вполне достаточно немного распушаем кладем на плату чуть-чуть добавляем на нее флюса и хотел сниму на видео чебок делал все вверх счет так пройдем ничего у нас не шевелится легкие нажимчики делаем она не видно нифига вот все это у нас готово так ребят все процессор тоже запаяли одно и то же смысл нет теперь появляем на место конденсаторы я думаю надо будет сейчас еще краж дата потому что краж дата он записывает b0 100 внутренняя неисправность компьютера то есть по любом поводу и потом ее надо уже обязательно чистить то есть не обязательно дтп даже такие сам компьютер определил что с ним был что-то не то он соответственно блокируется так минус сюда не смотрит припой я использую фирмы кестер или асахи когда какой под руку попадется так есть 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 чтобы полностью сели но можно подку теперь за собой подтереть вот она выглядит аккуратненько все собрано все пропаяно сейчас теперь еще гром кальком почистим почистим так где у вас программатор и платка может я думаю он все-таки записался обычно то есть записываться и потом будем смотреть ну давайте сначала подключимся проверим есть там или нет ошибки потом может быть каким-то чудесным образом он сам разблокируется так берем наш супер бокс так подключаем подключаем есть теперь коншина подключаем подключаем подключили все собрано да подаем питание нам нужен провод вот тот мы подключим подключим напряжению sang переключим направлению подключаем к синдиавк с диагнозонной Заходим в Европа, Peugeot. Играет музыка. Играет музыка. Так, зашли. И выбираем нашу подушку безопасности. Так, блок у нас вышел на связь. Информация о версии. Так, блок у нас вот такой. Чтение кодов неисправности. Вот, у нас самый последний код B0100. Внутренняя ошибка компьютера. Вот это как раз и есть у них Rush. Она у нас типа постоянная. Сброс памяти неисправности. Удалить. Выключаем питание блока. Опять подаем. Она у нас пишет наличие дефекта. И смотрим. Опять внизу, видите, B0100. Внутренняя ошибка компьютера. То есть, краш у нас присутствует. Следом, что мы будем делать. Мы будем включаем питание. У гостя сейчас у нас подразрядится. Вот так даже. Теперь питание у нас выключено. Можно отпаять нашу микросхему памяти. Так, где наш программатор? У нас тут рабочий беспорядок, блин. Подключили программатор. Вон, всё-таки ещё. Негросток у меня уже. Старуха к старости слаба. Глазами стала. Нам надо вычитать микросхему памяти. Так, это, наверное, низкая температура. Так, ребят, почистили краш. Проверяем. Чтение кодов неисправности. И всё. У нас получается. Три кода. Сейчас мы ещё сброс сделаем. Так, выключаем. Ждём. Включаем. Ошибок завершена. Она уже не ругнулась, что присутствует. Всё. Вот это, то есть, несколько больше должно быть кодов, но не должно быть Б0-100. Всё, Б0-100 у нас ушёл. Внутренняя неисправность компьютера. Работа выполнена. Так, ребят, всё. Выполнили успешно. Мы блок аэрбэга. Там, я не знаю, Пежо Боксёр, с стороны джемпера, и особо сейчас уже, они, в принципе, одинаковые. Ещё и Фиат Дуката. Вот. Но обычно эти блоки их заливает очень сильно. Тут много очень приходится работать с межслойными отверстиями, восстановлением дорожек, компонентов, соответственно. Тут вот видите, то есть, в принципе, я не знаю вообще, что с ним делали. Зачем полезли в эти, в процессоры. То есть, ну, что-то кто-то пытался его пропаять. Ну, короче, очень криворукий и рукожопый, блин. Вот, ребят, подтягивайте свои навыки пайки, если лазите и там пытаетесь что-то ремонтировать. То есть, вот, в принципе, полное видео вы можете посмотреть. Я на бусте выложу ремонт этого блока, там, со всеми нюансами, как правильно паять эти микросхемы. Вот. А вам так на будущее предусережение, если вы там владелец или ещё кто-то, ну, вы хотя бы сходите там, если вы хотите что-то пропаять в этом блоке, там, ну, просто даже там какие-то детали вы хоть отнесите там, я не знаю, в радиомастерскую, там, или где ремонт сотовых, что ли. Сами, если ни хрена не понимаете в пайке, вы лучше этого не делаете. Потому что, ну, тут хорошо ещё, ну, не было замыканий никаких, что не погорело при включении блока. А просто банально не пропаять отваленные ножки, да. Вот. Что я хотел сказать? Бомбит, короче, у меня с таких мастеров, или там, я не знаю, клиент ли сам. Ни в той историю не умалчает, то есть, как бы, намережный человек далеко отрезание. И у меня таких подробностей, я так понял, у меня сам владелец автомобиля, позвонил, попросил, можно что-то сделать с этим блоком или нет. Ну, вот, всё, подняли, успешно будет работать. Вот. Но на будущее, то есть, бегите подальше от таких мастеров, потому что, блин, ну, видели сами всё, да, как паяют, то есть, а лезут, блин, нафиг, а будто прямо это гуру электронщики, не стесняются и не боятся, что что-то... То есть, можно было запросто где-нибудь соплю вот с таким отношением повесить, и коротнуло бы, и блок бы сгорел, и всё, больше с ним бы ничего не сделаете. Вот. На самом деле, такие вот, ну, вроде, как бы вещи сами собой разумеющиеся, пропайку я имею в виду, я просто об этом уже не задумываюсь, я паю, то есть, как бы уж с третьего класса. Ну, не это, а вообще, в принципе, и уже давно там, и есть микросхема уже давно всё ушить паяю. Вот. И как бы не парись, прям, для меня это обычная рутинная операция, там, что-то запаять, перепаять, там, БГА перекатать. Ну, БГА там немного повозится, потому что я недавно это только осваивал. Вот. А с этим, в принципе, всю жизнь с такими вот выводами, корпусами работаешь. Вот. Так что, ребят, в принципе, ну, кто хочет там научиться, или ещё что-то, вы подтягиваете скилл пайки, потому что надо уметь такие вещи паять, и чем дальше в лес, тем тоже партизаны. Вот. Всё мельче становится, и тут уже просто там дедушкиным паялом попойнуть, и быстренько его я срубил бабла, или там, сэкономил, там, если ты владелец, то так уже не проканает. Вы можете только его до конца убить, а потом... Хотя блок вот вообще, практически в идеале. Я, наверное, даже с него это... Сейчас сниму сигнатурки все, вот он всё полностью рабочий, не гнилой, ничего. Вот. Ну и думаю, надо ещё, наверное, зарисовать это. Куда какие дорожки на исправном блоке идут? Пригодится, я думаю, информация. Вот. А полное видео, ремонт этого блока со всеми нюансами будет на Бусти. И плюс, наверное, бонус для подписчиков Бусти, я ещё заснял как бы видео, потому что решил я не рисовать там что-то. Я в формате видео делал замеры по всему блоку. где какой элемент, какого номинала, все резисторы, конденсаторы, дросселя. То есть, как бы там можно посмотреть видео и отследить, то есть, где какой элемент стоит. Я прям, ну, отдельным там видосиком тогда выложу в Бусти. Вот. Если кому надо, то есть, как бы там будет такая информация. Ладно, ребят, надеюсь, видео было полезным, познавательным и интересным. Всем мир, всем добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok